Друзья мои, всем привет! Сегодня мы с Линдой будем тестировать микрофон, который я купила. Сейчас эти микрофоны продаются везде. На Озоне и Валберес. Кто-то заказывает напрямую с Алиэкспресс. Называется микрофон К9. Беспроводной микрофон. Я тебя закрыла, да? Я увидела этот микрофон у одной из своих знакомых. Увидела петличку у неё. Звук вроде ничего такой был. У меня был опыт о покупке беспроводного микрофона. Господи, как же и фирма-то его называется. Ой, забыла. Ну такой самый распространённый, именно вот распространённый проводной. Наверное, напишу потом, буду монтировать. Беспроводной я покупала ещё давным-давно за полторы тысячи. Там две петлички проводные идут. А вот проводной я пробовала покупать той фирмы. Короче, он стоил 13 тысяч. Я раскошелилась, мы купили. И мы проверили его, и, короче, поняли, что это 13 тысяч, это просто не стоит. И мы вернули. Слава богу, у Эльдорадо был хороший возврат. Можно было вернуть. И тут я увидела вот этот микрофон. Причём моя знакомая купила всего за 800 рублей. Но вот этот я купила за тысячу. Тут две петлички. У той была одна петличка за 800, а здесь две за тысячу. А сейчас на зоне даже дешевле. Даже за 800 рублей тоже можно купить две петлички. Сейчас мы говорим, я снимаю на встроенную микрофон, который в телефоне, да, в айфоне 14. Мы сейчас потестируем с вами эти микрофоны. Значит, кто со мной давно на канале, тот знает, что у меня есть ещё профессиональный микрофон. Самсон. Самсон, да. Я часто снимаю видео на него дома, да. Но он достаточно тяжёлый, поэтому я сейчас для съёмок видео беру вот эту гарнитуру эпловскую. Эпловскую гарнитуру, да, эпловскую гарнитуру, и я поняла, что она по качеству даёт очень даже хороший звук при записи. И вот сейчас, ну, чтобы просто вы понимали, да, ну, вы и так слышали, я переключусь на неё и буду говорить с неё. Вот специально мы её снимаем в таком месте, где много шума, где все скрипят, ходят, машина едет. Вот видите, да, я сейчас говорю в сам микрофон, да. Обычно я так видео и снимаю где-то. И звук очень хороший на самом деле. Вот просто хороший звук для обычного микрофона гарнитуры. Идеальный. Откуда я и взяла, что так можно снимать? Я увидела у одной блогерши, Алёны Погребняк, что она постоянно с пятнычкой ходит, несмотря на то, что у неё там канал, сколько, 800 или 900 уже тысяч. И человек снимает на гарнитуру. Я так думаю, нифига, звук-то хороший. И вот я тоже так решила снимать, потому что с собой таскать много аппаратуры. Каждый день я и так с рюкзаком хожу. Услышали звук вот на эту гарнитуру, да. Сейчас ездят машины, тут довольно-таки шумно, да. Линдусь, не вылезай из кадра. А сейчас мы с Линдой подключим вот эту гарнитуру. Занька, ты только убери ручки, чтобы тут ручки его никак не дёргали. Вот мы сейчас подключили этот микрофон. Я подключила специально его так, чтобы он вот так ровно стоял, да. Сейчас звуки очень сильно идут со стороны. Чтобы он был направлен точно вверх, и чтобы ни в коем случае он не касался одежды. Вообще звук у него идёт как будто, знаете, из подземелья. Как будто под подушкой-то сидишь. Линдусь, скажи что-нибудь, чтобы народ слышал. Я не знаю чего. Ты туда говори прямо, а не в сторону. Говори, держи голову ровно, потому что иначе он будет плохо звукать. Давай, говори что. Я не знаю, что сказать. Ну скажи, тебе понравилась картошка сейчас с мясом? Ну да. Понравилась, да? Да. Наелась? Ну да. Не надо наклонить голову, просто держи ровно. Единственное, что не надо двигаться. Вот сейчас машина проехала. Так, ну что ещё расскажешь? Пойдём гулять? Ну да. Ты устала? Ты можешь сказать что-нибудь, кроме нуда? Расскажи, как тебе сегодня зуб лечили? Нормально. Ну-ка, подробнее. Поподробнее расскажи, как ты там лечила, какой мультик смотрела? Туда смотри. Какой ты там мультик смотрела? Лунтик, а ты чего не видела? Лунтика, да? Больно было, когда лечила? Ну да. Не ковыряй за ним пуговицу. Поставь лучки на стол. Было больно? Да. А когда укол делали, было больно? Нет, а что, и укол делали? Да, тебе делали укол. Ты что, не заметил? Зачем? Только обезболивающее. Не больно было, да? Ты даже не поняла, да? Ну, видите, так хорошо сейчас лечит. Я не поняла, что это было. Она даже не поняла, что это был укол. Ну, в общем, друзья мои, звук не очень, но его можно на постпродакшене сделать. Таким образом, в филморе, если табнуть два раза по полосе видео, то откроется редакция этого видео, и в том числе будет аудио. Прокручиваем низ, выбираем графу эквалайзер и выбираем стиль ска. И вот звук немножечко становится лучше. Но в целом, если говорить, что эти микрофоны стоят тысячу рублей, а можно и дешевле купить, я считаю, что это хороший вариант. Мы сейчас с Линдой попробуем немножко подвинуть, подвигаться, да? Да, я вижу, вот коробочка, вот коробочка, вот внутри вот такая вставочка, чехольчик, и вот там внизу проводок. Проводком заряжаются сами наушники, на них пробочки есть. Нет! Это понятно, это передатчик, он в телефон сейчас вставлен. Мама, давай посмотрим, что за пробок. Подожди, там обычный провод, не надо вставать. А передатчик, он просто питается от самого телефона. Линдусь, давай немножечко сейчас вот так вот откинемся, да? И немножечко как-то так пошевелимся, вот так пошевелись. И говори при этом что-нибудь. Или пой. Там ля-ля, ля-ля. А я не знаю, что. Вот так подвигайся, потрясись немножко, чтобы создать такие, как помесья. Да? Ну я хорошо потрясусь, я вот так потрясусь немножко. Будет ли это дергание слышно, да? Ну тогда я буду видео потом слушать, да? Хватит трястись, если ты молчишь. Так, ну все, отключаемся, да? Я хотела попить. Попить? Или попить? Попить. Попить? Попить и попить. Хорошо, потом попоешь. Я послушала видео и поняла, что, конечно, звук не очень хороший. Решила микрофон немножко вниз спустить, потому что он у меня, видимо, был очень высоко. Надо его немножечко спустить пониже. Сейчас посмотрим и послушаем, как в таком варианте звук. Потому что у Линды он был как-то немножко пониже, и она это как-то говорила, наверное, потише. Вот. И ее голос нормально слышится. А мой слышал, что как будто такие-то постоянные пометия были. Ну, сейчас послушаем, как он будет на видео. На улице звук видео, он хуже, например, чем в помещении. То есть, я так понимаю, чем больше каких-то создается помех на улице, да, он их как бы подавляет, но в то же время подавляет и твой голос. Как бы я снимала в помещении, и в помещении, ну, то есть, намного качество звука было лучше. Ну, и плюс я попробую сделать корректировку постпродакшн, да, Фил Мори, и показать последнее коротенькое видео, как оно звучит с небольшой корректировкой. Я послушала видео и поняла, что, конечно, звук не очень хороший. Решила микрофон немножко вниз спустить, потому что он у меня, видимо, был очень высоко. Надо его немножечко спустить пониже. Сейчас посмотрим и послушаем, как в таком варианте звук. Потому что у Линды он был как-то немножко пониже, и она как-то говорила, наверное, потише. Вот. И ее голос нормально слышится. А мой слышался, как будто такие-то постоянные помехи были. Ну, сейчас послушаем, как он будет на видео.